Тельцы приветствую вас меня зовут Ева Лехцер вы на моем канале и для вас я снимаю ваш таро прогноз на неделю вперед с 11 по 17 сентября 2023 года мы с вами посмотрим проанализируем предстоящие события и сделаем акцент на том что вам необходимо запланировать чтобы эта неделя для вас была максимально продуктивной поэтому приступаем к совместному чтению таро обращайте внимание также на визуальный ряд потому что помимо того что я вам озвучиваю вам дополнительно будет идти ваша индивидуальная информация общая энергия недели предостережение и рекомендации что же у вас здесь десятка жезлов тройка чаш и пятерка монет какие интересные у вас здесь карты и дно колоды шестерка пентаклей здесь по сути на себя позволить все потому что неделя будет насыщена событийными рядом и чем она здесь для вас ознаменуется радостью выхода из кризисных ситуаций но когда вы думали что все вы не тянете все пропало или ничего не получается помощь или поддержка придет оттуда откуда вы по сути и и не ожидаете как следствие все ваши проблемы ситуации или вопросы решаться причем они могут быть у вас разноплановых каких-то аспектов то есть финансовая помощь помощь словом помощь связями подсказками рекомендациями потому что эти карты показывают что у вас здесь будет ситуация триумфа по суду это знаете как возрождение или решение каких-то сложных для вас вопросов и ситуации в целом опять же если были проблемы по состоянию здоровья и вы уже ощущали себя на грани то тройка чаш и пятерка монет это как раз вопросы восстановления кстати у многих из вас за счет изменения как не режима питания а в целом вопросов диеты либо ограничений по каким-то моментам и опять же десятка жезлов и тройка чаш это как какие-то нагрузки которые будут у вас приводить в тонус до в чем-то истощать но это благоприятно будет сказываться на вопросах восстановления вашего организма если смотреть целом эту триаду карт относительно вопросов личной жизни для тех кто у нас свободен что могу сказать по этим картам когда вам кажется что все никого здесь нет и отношения у вас не будет на самом деле это может быть идти знакомства в кругу друзей знакомых на мероприятие или на вечеринке причем по пятерке монет когда вы будете полностью отстранены от ситуации от людей от взаимодействия с кем-либо потому что видите девятка жезлов это желание закрыться не хочу ни с кем общаться но тем не менее девятка чаш это будет знаете как эмоциональный всплеск потому что человек с вами будет на одном уровне вибрации как следствие вас заинтересует и вам захочется ознакомиться открываться и выстраивать новые взаимоотношения если смотреть ситуацию для тех кто у нас любовных треугольниках по двойке монет знаете вас отягощает сама ситуация что вот этот любовный треугольник он вас по сути не то чтобы ведет неизвестность а по пятерке монет что-то как пустота рата времени и силы в это прекрасно понимаете и осознаете но всеми правдами неправдами пытайтесь в этом союзе задержаться хотя сами понимаете что в этом никакого смысла нет и если смотреть ситуацию для тех кто в стабильных союзах туз чаш это карта радости карта триумфа достижение цели и результата благодаря совместным действиям и усилиям праздновать победу и выход из какой-то кризисной ситуации в особенности если был какой-то сложный тяжелый вопрос который вы длительный период по девятки жезлов не могли решить здесь семерка мечей о чем она может говорить это как обойти буквы закона что-то решить нелегально и как следствие исправить для вас ситуацию проблемы для вашего союза для вашего партнерства для кого-то если вдруг в союзе были вопросы измен для какого-то там флирта на стороне это устранить не только ваших конкурентов оппонентов соперников или соперниц это прояснить ситуацию почему такое в принципе происходило в вашем союзе и как говорится решить эту проблему изнутри смотрим данную триаду карт с точки зрения работы и заработка для тех кто у нас сейчас не работает по аркану смерть как мы видим перспектив пока здесь нет никаких поэтому карты здесь говорят что десятка жезлов как бы финансовых вопросов много но тем не менее тройка чаши пятерка монет не то что вас не пугает такая ситуация это по принципу сгорел сарай горе и хата ну то есть чего уже сидеть горевать но то есть да трудно но тем не менее вы можете решить какие-то свои вопросы единственно что не совсем благоприятным способом потому что одну колоду дьявол это вопросы кредитования займов то есть там может быть у кого-то влазить в долги но как мы видим по картам финансовые вопросы здесь решаются если анализировать ситуацию для тех кто у нас является соискателем карта жрица она указывает на ситуацию поиска то есть найти то что вам подходит трудоустройство в рамках этой недели нет это попытки разобраться где вы хотите себя реализовать и опираться на ваши связи на ваше знакомство которые могли бы вам поспособствовать выйти из ситуации состояния безработицы если вы наемный сотрудник по пажу жезлов здесь сама по себе ситуация сплетен пересудов которые отягощают ваше взаимодействие в коллективе и по пятерке монет вы можете ощущать себя здесь изгоем потому что здесь как напряженное общение поэтому десятка мечей не всегда но тем не менее для кого-то из вас может говорить о ситуации как разругаться с кем-то абсолютно в пух и в прах не взаимодействовать не поддерживать общение а для кого-то может быть настолько невыносим эмоциональный груз текущей ситуации что вы можете даже принять решение уволиться потому что вы не хотите находиться в коллективе который по сути но для вас является токсичным если смотреть ситуацию для тех кто у нас владеет собственным бизнесом после периода простоя или застоя то по тройке жезлов это как ростки это продвижение это новые возможности помимо всего прочего десятка жезлов и тройка чаш опять же объять необъятное потому что вы можете помимо текущего дела планировать думать относительно инвестиций или вложения в новое дело чтобы выйти из ситуации могу сказать что безденежья но финансового застоя если будем анализировать состояние здоровья обращаем внимание на весь организм по четверки жезлов это не только вопросы нас иммунитета это вопрос саппорта двигательного аппарата потому что по картам застой лимфы особенно у кого сидячий образ жизни эти карты показывают на то что это знаете как скрутила замкнула и прочее поэтому здесь необходимы вопросы легких физических нагрузок массажей то есть активного движения то есть начните себя здесь чем-то нагружать смотрим вопрос предостережения от карт у вас здесь ложится девятка мечей паж мечей и паж чаш здесь переживание страхи относительно чего что вы можете узнать ту информацию которую вы допустим бы знать не хотели почему потому что в свою очередь это поспособствует вашему разочарованию в людях ну будь то коллеги друзья знакомые и так далее поэтому здесь ну с одной стороны меньше знаешь крепче спишь а с другой стороны вы понимаете что находиться в неведении или жить неведении это не ваш конек опять же девятка мечей паж мечей и паж чаш эта ситуация когда вы можете быть обеспокоены в плане взаимодействия с детьми не то чтобы вы им не доверяете но вы можете скажем так из подтяжка их контролировать но и знаете говорю боятся не спалиться потому что вы понимаете что это в свою очередь может навредить вашему общению с детьми и как следствие видите вызвать конфликты споры выяснения взаимоотношений если мы будем смотреть рекомендации от карт пока аркану жрец это акцент на вопросы обучения то есть учиться учиться еще раз учиться то есть вы можете быть озадачены вопросами поиска курсов или вуза может быть педагога тренера коуча репетитора как для себя так допустим и для ваших чад опять же если вы обучаете то это сложная ситуация потому что будете организация процесса обучения и как следствие внедряться в эту ситуацию если по состоянию здоровья и у вас действительно есть какие-то проблемы прецеденты то это как не затягивать эти проблемы а своевременно обращаться к врачу смотрим с вами неожиданность периода что здесь что по неожиданности периода какова у вас здесь ситуация так слушайте но у вас тут левиафан падает и здесь карта брак родового дерева они показывают что в первую очередь это как может быть через конфликты решать какие-то семейные вопросы это укрепление союзов это семейные ценности для кого-то если были споры конфликт это примирение потому что прояснение ситуации и поскольку здесь ложится не голода карта левиафан это еще как мы сказать не то чтобы отношения по расчету по контракту но это взаимовыгодные ресурсы вы понимаете что друг без друга вы здесь не можете для кого-то это вопросы финансов для кого-то это вопросы связанные просто с эмоциональной поддержкой друг друга у кого-то здесь и совместный бизнес и прочее прочее это скрепление свою за это видите как связать себя обязательствами то есть такая же самая концепция у вас может быть и в плане деловых взаимоотношений то есть кем-то подписывать договора подписывать контракты тем более что 15 сентября у нас завершается период ретро меркурия если были какие-то непонимания так как прояснить эти моменты и действительно знаете как скрепить союз каким подписанием договора для кого-то это в принципе знаете как сам по себе договор то есть вы нанимаете там педагога учителя наставника тренера утащи это который будет вас гонять добивать вас до результата потому что эта карта это знаете как встречать сопротивление но сопротивление которое будет вас мотивировать и действительно толкать на благоприятные перемены что ж могу сказать что неделя очень продуктивная неделя супер есть на чем задуматься на чем поработать мы с вами закроем таковым образом чтобы здесь все шло для вас со знаком плюс но вы пожалуйста дайте знать и напишите мне по прошествии периода как для вас вызвалась эта информация как она для вас отыгралась в целом буду вам признательна за обратную связь за вашу коммуникацию ваши лайки ваши подписки ваши донаты если вы до сих пор не подписаны на канал обязательно это сделайте и вы будете всех в курсе всех видео которые меняют вашу жизнь к лучшему